Садгуру, я прошла вашу программу «Внутренняя инженерия», посмотрела некоторые ваши DVD, читала ваши книги и везде встречала ваш гениальный взгляд на самые разные темы. Это может быть что угодно, от становления нации до создания игрушки, от ведения домашнего хозяйства до управления парламентом. У вас всегда гениальный ответ на любой вопрос, который только могут задать люди. Но о вас мне известно очень немного. Есть лишь невероятный ум, далекий от шаблона умышления, настолько нестандартный, необычный и просвещающий. Я восхищаюсь вами и хочу узнать больше о вашей жизни. Скажите, вы уже родились с такой гениальностью? Все началось с самого рождения? Не могу сказать, что был рожден нестандартным образом. У меня было очень даже стандартное рождение. Нет, я на самом деле восхищена и заинтригована, как и все здесь, тем, как вы мыслите. И мы ждем, что вы расскажете об этом. Все мы были детьми, мы росли, ходили в школу, но теперь я вижу, что наш способ мышления очень ограниченный, практически систематизированный. Как же все это началось? Твой вопрос о том, растут ли люди и расцветают, или их кто-то выращивает. Общее представление такое. Обычно люди говорят, меня вырастили там-то, меня растили так-то, особенно в западных странах. Меня вырастили христианином, меня вырастили иудеем. Там очень часто слышишь такие слова. Я считаю, что это совершенно нелепо и унизительно. Думать, что людей нужно выращивать. Можно выращивать скот, но нельзя выращивать людей. Человек должен расцвести естественным образом. Вот почему он стоит на высшей ступени эволюции, по крайней мере на этой планете. Похоже, что большинство людей этого не понимают. Или окружающие не дают им это понять. Поэтому им нужно, чтобы их выращивали. Выращивать кого-то — это как вписывать человека в форму, шаблон. Шаблон означает, что форма уже определена заранее. Не бывает так, чтобы один цветок раскрылся точно так же, как другой. Но шаблон всегда остается неизменным. Создание шаблона, сама эта идея заключается в том, что мы хотим получать одну и ту же форму снова и снова. К сожалению, в основном, это вина существующей системы образования, так называемых религий, существующих в мире, и, конечно же, семьи. Все хотят, чтобы вы соответствовали определенному шаблону. Они не хотят, чтобы вы расцветали, как дикий цветок. Они боятся, что среди них появится что-то новое. Они хотят получить что-то знакомое. Они не хотят, чтобы среди них появилось что-то непривычное. Так что, если вы попадете под влияние этой системы, да, вас приведут к определенному шаблону. Но если вы позволите своей человеческой природе расцвести, то увидите, что не вписываетесь ни в один шаблон. Вот почему быть человеком прекрасно, потому что нет определенного способа существовать. Если вы собака, вы существуете одним способом, если корова — другим, если овца — третьим, если птица или кузнечик, то как-нибудь еще. Но быть человеком означает, что не существует какого-то определенного способа. Что такое человек? Нельзя определить, нельзя описать. Для каждого создания на этой планете природа провела две границы, в пределах которых они могут играть. Но для человека есть только нижняя граница и никаких ограничений сверху. Но с помощью социума люди пытаются создать в себе верхние ограничения. Однако природа эту черту не провела. Есть только безграничная возможность. Это то, что сбивает людей с толку, потому что они не могут понять, какими им нужно быть. Они пытаются быть похожими на других. У них есть только нижнее ограничение. Верхнее ограничение стерта — это и есть эволюция. Подождите. Но как случилось, что после того, как вы были ребенком, ходили в школу, обучались определенным образом, изучали математику, родную речь и так далее, как вы сохранили себя со всем этим? Я что, похож на образованного человека? Не нужно меня так оскорблять. Когда в аэропорту я стою в очереди на паспортный контроль, особенно в США, они смотрят на меня и спрашивают, «Говорите по-английски». Ведь я выгляжу таким необразованным. И это непросто. Знаете, чего стоит оставаться необразованным? Образование — это когда просто 20 лет ходишь куда-то, и в итоге получаешь диплом. Но оставаться необразованным очень трудно, потому что со дня вашего рождения ваши родители, другие взрослые школы — все, кому не лень, пытаются вас учить. Учить тому, что не сработало в их собственной жизни. И вы так же, как и все мы, были растерянным подростком, не понимали, к чему вы идете? Или вы уже тогда ясно осознавали свой путь? Вовсе нет. Начиная с 3-4 лет у меня начали появляться миллионы вопросов. Это были вопросы обо всем подряд. Это были очень глубокие вопросы о моем существовании и о творении в целом. Когда мне было 3-4 года, я вдруг понял, что ничего не знаю. Например, мне дают стакан воды, а я не знаю, что такое вода. Я знаю, что с ней делать. Я знаю, что если ее выпить, она утолит жарду, что есть множество других способов ее использовать. Но я не знаю, что такое вода. И я хочу сказать, что даже сегодня мы не знаем, что такое вода. Это единственное вещество на планете, которое существует в трех состояниях. 2-3 поверхности планеты — это вода, 2-3 вашего тела — это вода. Если мы говорим «жизнь», мы имеем в виду воду. Но знаете ли вы, что такое вода? Со всеми этими научными исследованиями мы не можем даже постичь один единственный атом во всей его полноте. Сегодня идея науки заключается в том, чтобы научиться извлекать из всего выгоду. Мы знаем, как использовать атом, как расщепить атом, знаем, как взорвать атом. Но по-настоящему мы не знаем, что он такое. Любую другую вещь — самую крохотную вещь в мироздании. Мы не знаем во всей ее полноте. Это факт жизни. Но даже нечто такое простое, с чего вы начали. Вы сказали, что смотрели на воду. Но меня учили, что вода — это H2O. И что с ней можно сделать? Ну, например, что ее можно смешать с красками, и ее цвет изменится. Можно выпить ее и утолить свою жажду. Но я никогда не смотрела на нее, думая о том, что я не знаю, что это такое. Потому что никто ничему не уделяет внимания. Все только смотрят по сторонам, но никто не обращает внимания на частичку жизни здесь. Все просто глядят по сторонам. Если вы будете уделять внимание одной жизни, травинке, кузнечику, человеку, это приведет к чему-то совершенно иному. Вот почему мы назвали эту беседу о жизни и любви. Потому что если вы уделите внимание одному человеку, у вас появится немного любви. Если вы упускаете жизнь, то у вас, по крайней мере, должны появиться хотя бы какие-то эмоции в этом направлении. Это случится, если вы будете уделять внимание чему-то одному. Но если вы будете постоянно отвлекаться, сегодня это модно, потому что теперь вы любите через Фейсбук. Там вы любите все человечество. Но чтобы любить одного человека, если вы хотите любить одного человека, вы должны вкладывать в эту жизнь. Любить все человечество ничего не стоит. А еще лучше любить Бога, потому что всегда легче любить того, кого нет рядом. Это так легко. Но чтобы любить того, кто рядом с вами прямо сейчас, в это нужно вкладывать жизнь. Вы знаете, как тяжело любить того, кто сейчас рядом с вами, и как легко любить того, кто умер, или того, кто сейчас на небесах. Не так ли? Давайте признаем это. Потому что, чтобы полюбить одного человека, ему нужно уделить внимание. Без внимания ничего не произойдет. И самое главное, чтобы принять другого человека, вам придется отдать что-то, что является вами, иначе любовь не случится. Мне очень нравится выражение в английском языке «fall in love» — «провалиться в любовь». Нельзя подняться в любви. Нельзя устоять в любви. Нельзя взлететь в любви. Вы должны упасть. Какая-то часть вас должна упасть, иначе ничего не выйдет. Вы не познаете любви. Так что, если вам хочется ощущать жизнь поверхностно, то не уделяйте внимания ничему. Пусть это будут лишь знания, а не ваш жизненный опыт. Субтитры создавал DimaTorzok